Ну, так как я понимаю, что времени немного, пока я сидел в офисе у Антона, я просто ждал 2 часа, когда она освободится. Бутон, почему вот такой спрос на рынке недвижимости Дубая на пользу спроса? Мне сразу возник вопрос. Ну, смотри, первое – Дубай. Дубай располагает отсутствие налогов. И на недвижимость в том числе. Ты покупаешь недвижимость, единственная статья затрат, которую ты несешь как инвестор, это сервисная плата, это плата за обслуживание дома. По-нашему, собственно, туда входят все эти ресепшены, охраны, бассейны и так далее. То есть все комплексно упакованы такой инфраструктурой. Поэтому это то, за что ты платишь, в принципе, это понятный, это не налог, это нельзя назвать налогом, это то, что входит в плату за обслуживание дома. И на этом все, все налоги заканчиваются в части приобретения недвижимости, поэтому с этой точки зрения раз. Второе, единственная сейчас возможность провести платеж напрямую из России, я знаю, у тебя эта проблема тоже остро звучит, да и у всех эта проблема такая. Если мы говорим про то, чтобы выходить через криптовалюту, это всегда потери около 10%, если посмотреть разницу с биржевым курсом, потом переставить средства в другую страну через крипту и выйти в кэш или выйти в чек, или выйти в какую-то покупку. 10% теряем. На первичном рынке в Дубае и ЦБ нашей страны и валютный контроль в Российской Федерации спокойно выпускают платежи на застройщиков. Именно поэтому это и пользуется спросом, поэтому люди едут в основном как бы сохранить капитал, кто-то пытается его приумножить, кто-то пытается сформировать себе пассивный доход, так как сюда уже приехали семьями, им надо жить, надо самим проживать где-то, нужно сдавать в аренду, получать какой-то пассивный доход. С этой точки зрения я тебе могу сказать одно, прошло 10 лет с 2012 года. С 2012 года по сегодняшний день 53% прироста рынка, 5,3% ежегодно. То есть отличный показатель для капитала. Опять же, на сегодняшний день инфляция везде по миру, все валюты шатают, доллар непонятно гуляет, фунт вообще обесценивается, евро, инфляция и так далее. Это супервыгодно для рынка недвижимости, для знающих людей, для понимающих в инвестициях, рынок недвижимости в этот момент, он будет просто прирастать в цене, то есть он будет расти за счет обесценивания валюты. Поэтому сейчас выгодно входить с этой точки зрения, это еще один фактор, почему люди покупают здесь. Мало того, это всегда сохранный, понятный людям актив, потому что вы можете в нем проживать, вы можете его продавать, вы можете его сдавать в аренду. То есть различная диверсификация своих вложений, и именно связанная с вложениями в недвижимость, она очень важна для любого капитала, для любого инвестора, поэтому именно в недвижимости. Ну и опять же, история с Дубай, здесь очень сильно развит этот сектор, и я считаю, что на нем просто необходимо на сегодняшний день присутствовать, и как бы понимать, как на нем зарабатываются деньги. И, поверь мне, очень хороший доход можно здесь получать при грамотных вложениях. Наверное, вот эти два основных фактора, поэтому рынок недвижимости здесь переживает большой бум, но и в то же время едут же не только русские, едут и итальянцы, едут и Великобритания, и Австралия, и Канада, и США, то есть отовсюду люди стекаются, и это не только русскоговорящие. В Италии огромные чеки за электричество. У нас есть знакомые, которые платили 90 тысяч евро за электричество, на сегодняшний день 300 тысяч евро, и у них свое предприятие, они вынуждены перевозить в целиком предприятие. Где-то нет газа, где-то напугает экономическая и политическая ситуация. Поэтому здесь не политизированная ситуация, здесь все про бизнес, и в принципе страна полностью обеспечивает возможность инвесторам заходить, зарабатывать деньги, приумножать свой капитал. Вот поэтому здесь все так прозрачное. Плюс еще это, естественно, резидентские визы и простота их оформления. Вот в таком ключе это все и двигается, и работает. Но, насколько я знаю, ведь Дирхам – это очень стабильная валюта и жестко привязана к доллару, да? Да, это еще один нонсенс. То есть, да, ты правильный вопрос задал. Дирхам привязан к доллару, в то же время инфляция в Америке 8,3, 8,1. Я не знаю, не слежу за новостями в Америке, но тем не менее. Это 8 с чем-то процентов. В Дубае инфляция 2,5. Вопрос, где разница и откуда она берется. То есть, потому что валюты – это стабильно привязаны друг к другу. Так вот, разница как раз в том, что строительный сектор растет. Здесь все сектора, которые являются финансовой подпиткой всей государственной системы, они растут в стоимости. И поэтому здесь, опять же, выгодно вкладывать. И с этой точки зрения, ну, так сказать, эфемерно, когда вы просчитываете свою доходность, надо понимать, как бы, что вот 5,3 – это не пустая цифра, которая сложила за 10 лет, а это действительно экономическая составляющая в этой стране. И эти 5,3 – они из года в год прирастают. Поэтому, помимо того, что ты завтра купил квартиру и имеешь доход от аренды, или ты купил там на стройке, где выгодно и цена сегодня ниже, чем по рынку, то еще ты можешь ожидать 5,3% погоды. Это уже исторические факты и сложившиеся обстоятельства. Ну, вот, чем мне нравится разговаривать с Антоном, почему, например, наше первое видео тоже очень зашло, что он говорит все честно, никаких там 40-50% годовых, 5,3% прирост капитала от роста недвижимости. Но еще есть доход от аренды. А какой доход от аренды? Смотри, ну, по доходности от аренды, бенчмарк по рынку – это где-то 6-7%. То есть, опять же, это рынок, на котором ты можешь купить по различной стоимости, и, собственно, от этого и будет зависеть твой доход. Это может быть 6%, может быть 7%, это может быть 4%, это может быть 12%. Отдельная история с тем, как ты потом будешь управлять этой недвижимостью – краткосрок, долгосрок. То есть, по этим темам можно проговорить отдельно. Это отдельная история, которая требует детального рассмотрения. Как все-таки выгоднее? Отдельный вопрос я бы его обозначил, потом его разберем в процессе. Ну, вот я сразу хочу вам напомнить. Подписывайтесь на наш канал, все эти вопросы мы с Антоном разберем, когда у него будет побольше времени, потому что я тоже в Дубае надолго. Мне нравится здесь жить, мне нравится обстановка вокруг. Ну, Антон, мы обозначили нижнюю цифру. Вот 5,3 – это подтвержденно исторически. А как можно заработать больше? Я ведь знаю, что есть, например, объекты, которые просто продаются ниже рынка, и надо их правильно искать. Слушай, это не то, что правильно искать. Как бы получается, ведь какая история? Как бы у тебя перед глазами весь этот рынок недвижимости. Ты понимаешь, какая стоимость за квадратный метр. Ты понимаешь, по чем продают. Большинство застройщиков здесь продают по совершенно, достаточно понятной для меня цене. Прибыль будущих лет останется у застройщиков. Инвесторы, которые заходят на такие объекты зачастую, как бы до определенного времени, не разблокируют свои средства, если не уйдут в минус. И это очень важно понимать. Поэтому нужно просто смотреть на тех застройщиков, которые попали в какую-то ситуацию. Так же, как и в любом бизнесе. Если бизнес прибыльный, стабильный, и, собственно, его кто-то продает, то понятно, что его будут продавать дорого. Если этот бизнес имеет под собой какую-то подоплеку и какие-то нюансы, понятно, что ты можешь бизнесово подойти, выбрать этот нюанс и сказать, да, вот здесь я верю, вот это я решу. И тогда вот этот бизнес будет приносить другие деньги и купить его. То же самое с недвижимостью. Один в один. Нужно смотреть на ситуации. Один из застройщиков, и мы с тобой были на этой стройке, я тебе показывал, это компания Севентайдс, у меня есть про него отдельное видео. Там действительно связано с тем, что у компании была история, связанная с ковид, и связанная еще и с тем, что компания строительная, выполняющая подрядные работы, не выполнила 20-процентный план строительства. Собственно, средства на эскроу-счете, они не могут их разморозить и передать их строительной компании, и в конечном итоге получаем вот такой вот нонсенс. Вроде есть деньги, инвесторы вложились, в то же время строительная компания не может достигнуть 20-процентного объема с постройки. Начинается суд, 4-5 лет судов, рейтинг в Google единичка, соответственно, на компанию как бы все эти синяки свалились. В конечном итоге, то есть для меня это нормальная ситуация, потому что сейчас они решили вопрос, зашла классная строительная компания с очень сильным именем за ней стоящим, и соответственно, они однозначно достроят и достроят в ближайшем будущем и выполнят свои обязательства. И сейчас, когда такие там квартиры есть, там в основном сейчас трехкомнатная квартира на продаже, по уникальной цене в 3000 долларов за квадратный метр, когда в Дубае 4,505, это то, что ты сейчас будешь убирать. Отличные варианты в прекрасном месторасположении в GLT. Вот такие варианты на рынке стоит искать, нужно просто обращаться, опять же, к нам, мы всегда обладаем всей полнотой сведений, которые есть на данном рынке, и, собственно, найдем оптимальный вариант. Сегодня есть один, завтра есть другой, послезавтра есть третий.